Ну, есть разные техники распределения, на самом деле, именно флористики, но полевые букеты, они такого не предполагают, там можно ставить цветок, вот как угодно, просто, как нравится, так ставят. Флорист – красивая творческая профессия. Дарья Близько в буквальном смысле окружает себя цветами вот уже три года. Из-под ее рук умело и легко выходят стильные цветочные композиции и украшения для интерьера. Совсем недавно Дарья открыла собственное дело и радует тюменцев свежими букетами. Самый большой букет, созданный флористом, весил более 10 килограммов. В ее работе бывают и необычные заказы. Молодой человек пришел, попросил собрать на 3 сентября букет из рябины, соответственно. То есть, вот это так символично было. А еще один случай очень запомнился. К нам приезжала группа «Иванушки» в прошлом году, и мы собирали для них пять букетов. То есть, настолько тоже подзаморочились, было интересно. Нашли старые пластинки, интегрировали их в букеты, из журналов вырезки какие-то. Ну, было прикольно прям. Дарья имеет художественное образование и постоянно проходит обучение. Подчеркивает, что флористам учиться нужно непрерывно. Накануне девушка приняла участие в создании новых арт-объектов в Гелевской роще. Было очень интересно, да, была жара, мы вставали в 5 утра, мы приезжали. Но этот опыт, он бесценен. Пять дней у нас был медведь большой, Мишка. Он такой улыбающийся, там в Гелевке стоит прикольный. Пять дней, и при том, что мы там на адреналине ездили, сами в машину ветки загружали, все вот это вот прочищали. Ну, было здорово. Лето – это самое подходящее время для создания полевых букетов. Мастер отмечает, что миксовать эти цветы можно как душе угодно. Главное – создавать букет на свой вкус. Букет, который сможет собрать любой. Это полевые цветы, это то, что растет на огороде у нас. Это вот рингеум, который у нас есть очень много в полях. Космея, которая очень везде распространена. И на грядках, и как сорняк, растет укроп, собственно, холоски. Очень у многих растет дельфиньум. Сейчас тоже в страну ходят датеринумы, герогина. И наша любимая зельность флористов в летний период – малинка. Чтобы букет простоял как можно дольше, флорист советует не допускать попадания листьев в вазу. Каждый день менять воду и перед тем, как поставить букет, подровнять стебли цветов ножом или секатором под углом 45 градусов. Полевые цветы будут долго радовать обладателя и украсят любой интерьер.